Продолжение следует... Представления были у древних о планете. Информации и сведения о Земле всегда интересовали человека. Первобытные люди добывали себе пищу охотой, рыболовством, собирательством. Они знали природу, которая находилась рядом с их жильем, и старались ее запомнить. Направление и движение к этим местам они обозначали на деревьях и на камнях. Несколько тысяч лет назад люди изобрели грибные и парусные суда, на которых сначала путешествовали по рекам и берегам морей. С изобретением компаса стали возможны и путешествия по морям и океанам. Считается, что компас изобрели в Китае, но имя изобретателя, к сожалению, не сохранилось. Поиск новых земель, естественно, приводил к расширению географических знаний. Уже 7 тысяч лет назад люди пытались впервые изобразить Землю на чертежах. Но на тот момент они не знали точных ее размеров, поэтому изображали так, как себе представляли. Совершенно по-разному. Более двух тысяч лет назад ученые определили, что Земля имеет форму шара, так называемую сферическую форму. Аристотель в 330 году до н.э. привел доказательства сферичности Земли, основанные на изменении линии горизонта. Затем его доказательства пополнили предположения Плиния Старшего и Птолемея. А в средние века сферичность Земли была уже общеустановленным фактом, и научным, и церковным. Этому свидетельствовали и наблюдения людей, постепенно удаляющиеся суда за линии горизонта и возвращающиеся. К тому моменту нам уже известный греческий ученый Эратосфен определил практически точные размеры Земли и сделал ее первую карту. Как же происходили дальнейшие географические открытия? Древние ученые на картах изображали известные моря и части Евразии и Африки. Так, например, на карте Птолемея, составленной 1700 лет назад, берега Евразии, западные и восточные, омывают один океан, а Индийский океан со всех сторон окружен сушей. На глобусе XV века, сделанном Мартином Бихаймом, нет ни Северной, ни Южной Америк. Путешествия на деревянных судах с несовершенными приборами, конечно, были очень опасны. Однако купцы, богатевшие на торговле заморскими товарами, и завоеватели, хотевшие присоединить новые земли, направляли одну экспедицию за другой. Так, в 1492 году от берегов Испании направилась экспедиция на поиски морского пути в Индию под руководством Христофора Колумба. Эта экспедиция пересекла Атлантический океан и достигла берегов Америки. Первое кругосветное путешествие было совершено в 1519-1522 годах. Это была испанская экспедиция под руководством Фернана Магеллана. Тогда европейцы пересекли самый крупный океан планеты – Тихий. Это еще раз доказало шарообразность планеты. В XVII веке европейцы достигли берегов Австралии. Одна из экспедиций была под руководством Джеймса Кука. И самый дальний от нас материк – Антарктида – был открыт позже всех русскими мореплавателями под руководством Фадея Фадеевича Белинсгаузена и Михаила Петровича Лазарева в 1821 году. Имена первооткрывателей, столкнувшиеся с трудностями стихии, смелых, отважных, мужественных людей, сохранились на географических картах. И это различные географические названия. Как же происходят современные исследования и пополнение географических знаний? Сейчас уже открыты все материки, моря и океаны. Но знания человека всегда интересуют. Поверхность Земли не до конца изучена. Современные знания получаются с помощью современных приборов, например, эхолотов, батискафов, сейсмографов и различных других приборов, фиксирующих изменения земной поверхности. Сведения, собранные на этих приборах, собранные в экспедициях морских и сухопутных, обрабатываются с помощью компьютерных программ. Эти сведения дают возможность человеку уточнить уже имеющиеся карты и создать новые. На этом урок окончен. До свидания.